Всем добрый день! Сегодня будем готовить вот такой тортик. Торт кулич без выпечки. Красивый, торжественный, нарядный и безусловно очень вкусный. Так что давайте готовить. Для приготовления понадобится 600 грамм сметаны густой, у меня 21 процент жирность, можно брать выше, 160 грамм сахара, сразу и всыпаем и пол килограмма пряников. Сахар перемешиваем со сметаной, на некоторое время отправлю в холодильник, чтоб растворился сахар в сметане. Подготовила я форму, выстилила пергаментом, у меня разъемное кольцо. Цукаты обсыхают, промыла их, вкусные цукаты и пряники подготовлю, порежу. Пряники, как получается у вас, разрезайте на три, на две части. Пополам разрезаю. Наверно пополам пойдет. На три части. Попробую на три, может быть. Всякие нужны нам размеры. И на три части можно разрезать. Нам же нужны небольшие кусочки, чтоб свободное пространство заполнять. Вот эти вот верхушечки оставим вверх, выкладывать кулича. Пока разрезала пряники, весь сахар растворился, перемешала. Крем готов. Формируем наш тортик. Берем и вот такое основание лучше брать пряника. Обмакиваем и укладываем на низ. Заполняем так донышко. 150 грамм крема нужно отложить потом для оформления. Вот у меня пустоты есть, не заполнены. Разламываем и в пустоты вкладываем. Заполнить необходимо все пустоты. Заполнила низ формы, все пустоты тоже я заполнила. Этот слой еще дополнительно смазываем кремом. Так, у нас есть цукаты, цукаты выкладываем. Можете, ананасы консервированные, что нравится. Цукаты выложила. Теперь опять также слой пряников. Пряники обмакиваем в крем и еще поверх кремом каждого слоя смазываем. Обмакиваю и опять укладываю. Я уже с пряников делала тортик. Такой вкусный. Это будет в форме кулича. Пустоты тоже закладываем. Пряники мягкие, то они легко входят в пустоты. Если даже не по размеру чуть я отломала пряничек. Опять немного цукатов. Кто не сможет печь или не будет времени выпекать куличи, можно обойтись и таким тортиком. Всякая бывает ситуация. И дальше до верха я так буду делать. До верха. Верх покажу. Теперь необходимо выложить вверх горкой небольшой. Вот я оставила такие кусочки закругленные. Будем выкладывать вверх. Маленькие, небольшие в начале кусочки. Выложила вверх горкой. Как кирпичиками выкладывала. Резала на небольшие кусочки, закладывала пустоты и выкладывала. Отправляем в холодильник торт на час или больше. Как у вас есть время. Прошло два часа. Достала я тортик из холодильника. Теперь снимем форму. Все. Теперь тортик необходимо украсить. Мы оставили крем вот. Края украсим. И вверх. Так. Края в начале. И обсыпем крошкой. Края. Где какие неровности по краям. Все замажется кремом. И крошкой засыпется. И все будет ровненько. Края мы выровняли кремом. Теперь крошкой. Вот у меня печенье было несколько штук. Так. Обсыпаем крошкой. Крошка хорошо пристает к краям. Так. Подровняем. Вот это все уберем потом. Теперь покрываем толстым слоем вверх. И теперь посыпочкой надо посыпать. Как кулич. Вот такой получился тортик кулич. У меня еще нашлись такие цветочки. И вот такой получился тортик. Ну и остается тортик разрезать и попробовать. Нам некогда ждать, правда? Вот. Сейчас на тарелочку положу. Отрезала кусочек такой симпатичный. Вот тортик на разрез. Сейчас попробуем. Высокий такой. Режется хорошо. Так. Возьму кусочек. Торт очень вкусный. Мягенький. Мягенький. Сочный. Всего два часа прошло. Цукаты придает свой вкус. И в целом очень-очень вкусный. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы приготовите такой тортик. Он насколько красивый, настолько же и вкусный. Понравилось видео ставьте лайки. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Смотрите мои видео. И до новых встреч. И всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok